ТЕРИТОРИЯ МАШИН Их потихоньку обскакивает «Лексус». Японцы представили свою модель на базе «Лексус ЛС». И, к удивлению многих, она уже в одном шаге от отказа от водителя. Автомобиль умеет сам ориентироваться в пространстве, связываться с другими участниками движения и инфопространством города. Кроме того, в алгоритм его работы вшито постоянное самообучение и обновление баз данных. Сейчас машина способна работать в двух режимах. Первый – полностью автономный, и компьютер делает так, как хочется ему. Второй предусматривает, что водитель рулит сам, а электронный мозг следит за тем, чтобы человеческий не выкинул какой-нибудь фортель. Информационная система сама сообщит о наличии проблем на дороге, а в случае отсутствия реакции со стороны водителя примет меры. Какие меры – пока непонятно. Это может быть и экстренное торможение, и сигнализация, или сразу звонок в полицию. Как и во многих других случаях, японцы действуют очень тихо, наблюдая за конкурентами. В данном случае Lexus просто собирал все ошибки коллег и их учитывал. Кстати, больше всех шишек на беспилотных технологиях набил Google. Вот и решил программу свернуть. Вообще, почти каждый уважающий себя поисковик решил обладать собственной автономной программой. И если про китайский сервис Baidu мы знать не знаем, то вот заявление Яндекса нам куда интереснее. Российский IT-гигант тоже хочет в клуб. Правда, пока это планы, и касаются они сервиса такси. Но все равно новость-то хорошая. Да что там Яндекс? Intel купила за 15 миллиардов долларов разработчика программного обеспечения Mobile Eye. Это те ребята, которые совместно с BMW заявили, что уже через два года их беспилотники наводнят планету. Ну, наводнить-то могут, если японцы не успеют раньше. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин.